Правила парковки для людей с ограниченными возможностями с этого года меняются. Отныне знак «Инвалид» просто так не работает. Сделано это для того, чтобы искоренить мошенничество со стороны лиц, не имеющих инвалидность, а просто купивших знак. Если раньше людям с ограниченными возможностями необходимо было получать знак в бюро медико-социальной экспертизы, то теперь все проще. Необходимо просто внести свой автомобиль в реестр, чтобы данные оказались в ГИБДД. Знак «Инвалид» будет теперь работать только для тех, чьи транспортные средства внесены в этот реестр. Подать заявление об оформлении бесплатной парковки на транспортные средства, перевозящие гражданина с инвалидностью, можно тремя способами. Первый способ – это через портал государственных услуг Российской Федерации. Второй способ – через личный кабинет в федеральном реестре инвалидов, сокращенно во ФРИ. И третий способ – это лично обратившись в многофункциональный центр. На данный момент, с учетом эпидемиологической обстановки, прием осуществляется по предварительной записи. Важно указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Данные о транспортном средстве можно в любое время изменить. Актуальными будут считаться сведения, поданные последними. Внесенная информация появится в федеральном регистре уже через 15 минут. Одновременно за одним гражданином с инвалидностью может быть закреплено только одно транспортное средство. Но также важно отметить, что одно транспортное средство может быть закреплено сразу за несколькими гражданами с инвалидностью. Фактически оформить бесплатную парковку для людей с ограниченными возможностями можно даже для такси. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова